Друзья, всем привет! Фьючерсы на Америку сегодня вновь показывают достаточно сильное возможное снижение. В моменте я вижу, что фьючерс снижается на S&P примерно до уровня 6700 с небольшим плюсиком, то есть минус 1,7%. Это много. Рынок шарашит. Только вчера мы видели очень хороший уверенный рост, почти 3% вверх. И уже сегодня мы снова наблюдаем ожидание нападения. Нефть вниз, причем довольно сильно, 4%, более 4%. Американская нефть почти минус 5%, европейская, то есть Brent, минус 4,4%. Вновь падают цены на commodities, как я уже сказал, золото вниз и валюты. Опять же, после небольшого ослабления вновь движется вверх американский доллар. Он, как мы видели, недавно доходил до 1,05 и уже снова 1,04. Ужас, ужас, мрак и буря, страх, кошмар. Друзья, скажу честно, я не думаю, что нужно сегодня психовать. Да, я действительно полагаю, что по нынешней ситуации, она выглядит устрашающе по-настоящему. Мы видим приближение сразу нескольких возможных кризисов. Это из-за денежно-кредитной политики, которая ужесточается явно. Мы видим, что впереди возможен продовольственный кризис, геополитика, опять же, социальные проблемы, но все тоже. Ничего нового, логистический кризис. Все это с нами. Единственное, что мы все ждем выступление Паула, которое состоится, по-моему, то ли сегодня, то ли завтра, в самое ближайшее время. И, скорее всего, Паула вновь будет говорить о том, что ФРС занимает непримиримую позицию по борьбе с инфляцией. Однако, друзья, мое мнение следующее. Рынки все в настоящий момент отражают максимально возможный пессимизм. Все поговаривают о возможном снижении, снижении, так сказать, рынков, падение рынков еще, как минимум, на процентов 15-20. То есть, в легкой мы можем видеть СНП на уровне 3000, может быть, 3200 и так далее. Поговаривают. Но вы знаете, когда все поговаривают об этом, и когда идет тотальный пессимизм, как я уже любил говорить, обычно такого не происходит. Могу рассказать, что делал я. Несколько дней назад, когда рынки здорово попадали, мы тогда продали все защитные инструменты, купили ланги. Причем купили тройные ETF на индекс Russell 2000 УРТИ и ТКЮКЮ. Вчера зафиксировали полностью или частично ТКЮКЮ и как минимум половину от УРТИ. Понимали, что сегодня наверняка будет какая-то коррекция. Думаю, сегодня, завтра или послезавтра обязательно вновь-вновь откупить эти ланги. Я лично полагаю, что этот пессимизм в какой-то момент несколько успокоится. Подчеркиваю, что значит уровень пессимизма успокоится? Означает ли это, что все проблемы вдруг решатся? Да нет, конечно. Ничего такого не произойдет. Я думаю, что все эти риски, все эти страхи будут с нами. Но, понимаете, господа, в тот момент, когда всем ужасно страшно, обычно все это так или иначе полностью или частично заложено в цены. Поэтому много шартов на рынке. И рынок очень любит шартов и шартистов этих выносить. По моему мнению, назрела хорошая коррекция. Куда? 5, 10, 15 процентов. Я не знаю. Это трудно сказать. Мой прогноз, что мы увидим все-таки, снижение S&P в ближайшие дни до уровня, возможно, 3,600, 3,660, что-нибудь такое. И после этого, возможно, 10-процентный, может быть даже больше, рост рынков выше, чем 4,000 по S&P. Означает ли это, что нужно немедленно закупаться и бежать на рынок и все прочее, тем более пирамидится? Нет, ни в коем случае. Это просто мои мысли вслух, не более того. Но, скажу честно, если рынок достигнет уровня 4100-4200, всем будет казаться, что все замечательно. Я первый, который продам огромное количество лонговых позиций и, скорее всего, снова войду в шарты. Сегодня, к сожалению, только так надо работать осторожными трейдами и, главное, не пирамидиться. Просто помнить об этом, иначе вынесет чертовы матери. И почаще, наверное, брать прибыль. То есть нынешние рынки, это рынки все-таки не инвесторов, к сожалению, рынки спекулянтов. И стратегия long-only, но она, к сожалению, сегодня не слишком сильно работает. А теперь несколько слов о рубле. Ну, ужас-ужас. Вы видели сегодня 52-ю фигуру. 52 по рублю. Доллар против рубля. Катастрофа. В принципе, я написал очень подробно статью такую, ну, немножко с юмором о том, что по идее руки у Центробанка связаны, и он практически ничего не может. Я полагаю, что данные уровни, тем не менее, продлятся недолго. На дологовый период будет длиться до конца этой недели. Он завершается, насколько я понимаю, в понедельник. После этого жду возврата рубля на 57-58 уровня. Скажу честно, я сейчас по нынешней ситуации доллары не покупаю. Вместо них покупаю юани. Для меня юань это прокси-доллар. Я думаю, что и доллар немножко начнет капельку слабеть против юаня. Ну, не факт, но думаю. И относительно рубля, скорее всего, юань может даже укрепиться быстрее, чем доллар. Вот как-то так. Почему? Разные обстоятельства. Разные. Но, на мой взгляд, тоже уровень, который, кажется, сегодня многие говорят, будет 40, будет 30 и так далее. Вот когда такие разговоры идут, мне же хочется прикупить его. Но, учитывая все эти комиссии, все-таки прикупить не доллар, наверное, а некий прокси-доллар или акции экспортеров. Мы об этом, кстати говоря, очень подробно говорили на вебинарах. Каких экспортеров? Чего покупать? А если выводить валюту, то куда? Так что рекомендую просто прослушать, это был очень полезный почти четырехчасовой вебинар, где мы разбирали разные варианты. Ну, я конкретно для себя принял решение, я вместо долларов покупаю юаня. Ну, а там посмотрим. Я думаю, что к концу лета они будут стоить намного дороже. Спасибо.